Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео будет по запросу. У меня уже часто спрашивали записать видео на данную тему. И у меня как-то не было настроения. Сейчас у меня такой настрой хороший. Я решила сегодня именно его записать для вас. Итак, тема. Самые любимые и самые нелюбимые ароматы вашего мужа. Ну или там, вашего спутника, да? Человека, с которым вы бок о бок, день ото дня, уже притерлись, уже как бы знаете друг друга очень хорошо, понимаете с полуслова. И вот, ну я смело могу сказать, какие ароматы моему мужу нравятся, какие нет. Вчера я с ним еще сделала такой дабл-чек. Еще раз так спросила это, это, это. Да, все правильно. В общем, все. Они все здесь. Нравятся, не нравятся. Все вам покажу, все вам расскажу, почему и как. Итак, мы довольно давно живем вместе, и поэтому мое увлечение, как бы, оно всегда очень с таким большим вниманием к нему относятся, с пониманием. Мне муж часто тоже делает подарки в виде флаконов, да, духов. Поэтому, да, это здорово, и я смело могу сказать, что я знаю вкус моего супруга. Итак, ароматы, которые нравятся. Начнем с которых нравятся, да. Ананда. Это уже второй у меня флакон. Ну, тут уже немножко я начала. Ну, не так пока. Не поливаюсь. Но, тем не менее, этот аромат я очень люблю. Ну, сами понимаете, второй флакон, да. И его любит мой муж. Я его очень люблю носить дома. Я люблю носить его дома после... Ну, вот, когда пришли домой после работы уже вечером, после душа. И вот без макияжа, в чем-то в таком милом, домашнем, красивом одеянии. Вот этот аромат, ну, он как-то вот мне нравится. Мне нравится его звучание, когда я уже дома, расслабленный. Ты сидишь там перед ужином или после ужина. Вот этот аромат, он прям придает такого прекрасного милого шарма. Нежный, тонкий, изысканный, очень женственный, деликатный аромат Ананда. Всем советую вот классическую версию. Вот она прям моя самая-самая любимая. Вот это вот Набуан. Ладно. Следующий аромат, который я вам покажу, мы его носим вместе. Это Бараланда от Назомата. Всегда, всегда, если я им надушусь и сяду в машину, он никогда его не угадывает. Он все время спрашивает, что это такое, так вкусно пахнет, что это такое. Это Саматы? Саматы? Он его зовет на Саматы. Саматы. Саматы, Саматы. Какой? И он сразу говорит, наркотик Винус, хотя они вообще разные. Я говорю, ну нет же, ну какой, чем пахнет? А пахнет аромат этот, ну вот для меня, вот на первых таких минутах, хорошим, дорогим виски. Вот он реально пахнет виски. Ему очень нравится, и мы носим его вместе, ну довольно часто. Я люблю его носить, ну куда-то, знаете, когда ты или с друзьями встречаешься, или куда-то вместе мы ходим. Ну, в общем, этот такой наш совместный аромат и совместный любимец. Следующие два аромата всегда, всегда выделяет, всегда отмечает. Это Лилаба, Иланг 49 и Тонка 25. Начну с Иланга. Иланг, знаете, когда у меня еще был тестер, мы поехали, я помню, в Канберу, к друзьям. Я вот разнашивал этот набор тестеров, и вот как раз в пути я разнашивала, ну перед дорогой я надушилась вот этим Илангом. И знаете, я люблю, я знаете, когда мне нравится, я начинаю, ой, понюхаю, ой, как хорошо пахнет, ой, какой прекрасный аромат. Иногда это да, это встречается там положительно, да, действительно классно. Иногда, ну ничего особенного, на что-то похоже. Вот у него иногда бывает, на что-то похоже. Этот да, этот он сразу сказал, какой классный, пока лучший. Ну, мы с ним так сверяли все Лилаба. И до сих пор, когда я его надеваю, он его узнает, ну он, он такой, знаете, вот прям, он заполняет собой все вокруг. Он очень такой сильный, с сильным духом аромат, придает мне лично уверенности, у-ля-ля, очень много уверенности. И всегда его замечают, не только муж, очень многие наши друзья замечают. Подруга моя знает, что он мне нравится, ну, на ней совсем по-другому он звучит. В общем, это такой вот мой аромат, который нравится окружающим, в том числе моему мужу. Следующий аромат Лилаба Тонко 25. Этот аромат подарил мне муж на Новый год, выбрал сам. Он знал, что я хотел Тонко, но вот, купил. Вот он его купил, и это прекрасно. Тонко 25, медовый, роскошный. Знаете, несмотря на его какую-то кажущуюся такую сладость, он очень сложный. Непонятно вообще, что там вообще внутри находится. Он иногда цветочный, иногда вот, как я уже сказала, медовый, тягучий, пряный, сладострастый аромат. Вот мы с ним, когда он мне его подарил, мы поехали потом после Нового года отдыхать с друзьями, ну, сюда-то, к морю, можно сказать. Да, там был домик. В общем, это был такой мини-холидей, да, и вот этот аромат всегда был со мной. И вот сейчас он у меня ассоциируется прям с такими классными выходными, мини-каникулами летними и так далее. В общем, им всегда прекрасно, когда аромат сопровождает приятные эмоции, приятные воспоминания. И вот всегда я тоже его одеваю, и муж говорит, да, это классно. Это классный аромат. Любит, любит очень. Следующий аромат, так получилось опять, подарок на Новый год. Unboa Vanille. Это уже, по-моему, третий, ну, или второй, или третий. Я уже сбила, честно говоря, по-моему, второй. Вторая бутылочка. Тоже я хотела аромат с шоколадом, с круассанами. Ну, я так и сказала, знаешь, вот я хочу вот что-то такое вот прям вкусное. Вот мне захотелось, знаете, летом вот что-то такого вкусного. У нас Новый год, лето. Если кто не знает, в Австралии немножко наоборот сезоны. И они, он пошел с моим сыном в магазин и спросил у консультанта именно вот аромат чего-то такого, ну, не съедобного, сладкого, вкусного, но не приторного. На что она ему дала? Unboa Vanille и Jodepo. Аромат французской булочной, да, она ему сказала. Ну, и вот они с сыном посовещались, выбрали мне Unboa Vanille. И вот до сих пор это один из самых моих любимых ароматов у лютанца. И до сих пор мужу он тоже очень нравится, и он его узнает, узнает его из тысяч. В общем, тоже такой праздничный, нарядный, приятный аромат. Следующий аромат, который ему очень нравится, это Juliette Hezegand Lady Vengeance, Lady Mest. Это прекрасная такая готическая роза, урбанистическая, немножечко такая ненатуралистично звучащая, но тем не менее обворожительная роза. Знаете, вот, ну, не знаю, практикуйте вы такой или нет, там, когда вы куда-то идёте вместе, я очень люблю спросить, выбери мне аромат. И вот зачастую там 70% из 100 это будет вот этот аромат. В любое время года вот он его возьмёт вот этот, вот этот, вот этот. То есть он прекрасен. Я помню, мы ездили вместе отдыхать, я попросила его тоже выбрать мне аромат на всю поездку. Я решила проэкспериментировать и взять с собой только один аромат. И вот он выбрал его. И вот всю поездку я вот ходила с этим ароматом, и вот поездка теперь ассоциируется тоже такими сприятными воспоминаниями. Роза, пачули, немножечко такой землистый, немножечко такой влажный. Аромат городской такой дивы. Дивы. Люблю его и летом, люблю, ну не в сильную жару, конечно, никогда там 35-40, никогда сильная влажность. В такую умеренно сухую, комфортную жару он звучит очень красиво. И, конечно же, зимой. Зимой, осенью, весной, вот когда вот такие дожди, когда так промор, ну вот такая вот, знаете, хочется погреться, укутаться. Вот этот аромат, он прям великолепный, великолепный звучит. Следующий аромат, который он очень любит, это Noir Epics. Epics. Значит, черные специи от Фредерика Маля. И его мы тоже носим вместе. На нем он совершенно по-другому раскрывается. Пудрово как-то, странно. Честно говоря, на мне он нравится больше. Вот из всех Малей, сколько раз я вас спрашивала, потому что мне очень нравится этот парфюмерный дом, ни Carnal Flower, ни Driss Van Nothen, ни Mascar Vajor, ни Music For While, ни Portrait of Lady. Именно черные специи, именно вот этот аромат. Вот такая вот загадка. Вот нравится ему. Он говорит, он такой прям богатый, дорого звучит, красивый звучит, как в Париже. Я не была в Париже, он был. Говорит, вот он пахнет Парижем, пахнет вот чем-то таким путешествиями. И следующие. И следующие два аромата, я их покажу, потому что их мне выбрал именно мой муж. То есть это вот прям его вкус, и мне он очень нравится. Эти два аромата, одни из самых моих тоже любимых. Первый аромат это One Cliff and Arpels Precious Oud. А мне многие писали, что этот аромат похож на черную орхидею. Честно говоря, я согласна, что он похож на черную орхидею. Но он более такой сдержанный, если можно сказать, более элегантный, более бархатистый, какой-то вот парчевый, ну более королевский, более изысканный, наверное. Вот я помню, он мне часто тарит духи, но вот эти два вот прям аромата, прям стопроцентное попадание. Этот аромат он мне привез, помню, и я удивилась, я удивилась, что это Oud, потому что я не люблю Oudовые ароматы. Ну как-то вот пока я, видимо, может быть, их не раскусила еще до конца, но как-то вот они на моей коже не очень красиво звучат. Но здесь в этом аромате Oud практически не слышно. Здесь он более какой-то древесный, ликерный, и Oud там где-то вообще на заднем плане. Но, тем не менее, он там есть, и он придает этому аромату необыкновенную глубину и какой-то вот, знаете, интеллект. Вот какой-то вот интеллект. Не знаю, очень классный, очень классный аромат. Вообще хорошая линейка у Van Cleef & Arpens. Вот эта вот эксклюзивная, если кто не пробовал, попробуйте. Есть вполне себе интересные варианции. И следующий аромат, который он мне подарил, это Map of the Heart Pink Heart. Это австралийский бренд. Я уже показывала, у меня было отдельно на него видео. На Новый год. Это тоже был подарок на Новый год. И я прям сказала, я хочу аромат вот от этих вот ребят. У нас здесь есть бутик в Сиднее. И вот они пошли, и с сыном мы выбрали именно розовое сердечко. Я намекала, намекала, что я хочу прозрачное сердце. На тот момент мне хотелось чего-то такого, знаете, свежего. Ну вот они взяли розовое. Розовое сердце Map of the Heart. Сердце номер 6. Оно великолепное. Я помню, Новый год этот мы встречали, такой есть район, виноградников. Виноградники, винные долины, всякие вайнерис. То есть ты такой весь расслабленный, радостный. С утра с бокалом шампанского встретил 1 января, да, Новый год. Ну, всё так клёво. Помню, мама была, Роза, Тима и вот мы. То есть самые-самые такие, ну, семья. И вот я в этом аромате была весь день 1 января. И вот эти виноградники, вот эти вот вина, вот этот вот, знаете, шарм такой. Жара, конечно, там жара была такая страшная. Вот этот вот шарм вот этого такого кантри-сайд. Ну, такая, знаете, немножко деревня. Ну, красиво, красиво вот этот виноград, виноград, виноград. Я была в таком белом платье. И вот этот аромат, он удивительно, классно дополнил тогда вот моё состояние, мои вот эти эмоции. Хотя, вот в нём я слышу нарцисс, конечно, и вот сигаретный, ну, прокуренный такой нарцисс табачный, табак. Табак первое, что я услышала, немножечко он пахнет мне бумагой. Бумагой такой хороший, знаете, акварельные бывают листы. Когда вы наносите на них акварель, они немножечко так размокают. Вот они имеют такой специфический запах при смеси с краской. Вот тут вот тоже это немножко есть. И вот самое интересное такое, у меня ассоциация случилась с этим ароматом, он для меня пахнет московским метрополитеном. Именно вот электричеством, раскалёнными шпалами. Я уже писала в инстаграм, делала пост, и так прикольно, вот, многие девочки откликнулись с разных станций. Это очень здорово. В общем, какая-то вот такая в нём присутствует нота ностальгии для меня. Ностальгии по городу, по Москве, по метро. И вот нарцисс, и табак. В общем, этот аромат заслуживает вообще недоверия. Доверия, доверия 100%. Внимание, очень стойкий, очень классный, вообще бренд прекрасный. Хочу себе золотое ещё сердце, и хочу себе белое сердце. Ну, посмотрим. Посмотрим, столько всего хочется. Конечно, это всё никогда не закончится, если постоянно всё это покупать. Теперь самое интересное. Ароматы, которые ему категорически не нравятся. Первый аромат – это опять ананда, но уже чёрная ананда. Я ношу его крайне редко, под особенные случаи. Он очень яркий, очень… Он просто кричащий аромат, аромат оркестр, аромат просто, вот знаете, вихрем влетающий в комнату, заполняющий всё вокруг. От него может заболеть голова не только у вас, но и у ваших окружающих, людей, которые вас окружают. Это тубероза, истеричная, кричащая тубероза, страшная, страшная в своей красоте. А ликёр, тубероза, ликёр, сливы, какие-то, может быть, немножечко таких специй, как глинтвейн, знаете, вот что-то такое. Аромат для меня, мне кажется, он классный был бы зимой, вот холодной зимой на мех, на какое-то роскошное кашемировое пальто тёплое. Вот что-то такое зимой. Именно вот зимой, когда вот так холодно, что вот прям пар изо рта, вот этот аромат, он был бы прям гениально. Ну вот сейчас мы живём в тёплом, в очень климате, в жарком, и такой погоды никогда не бывает, и в основном я ношу его, если ношу в тепле. И вот муж всегда говорит, открываются окна в машине, если мы едем в машине. Вот мы недавно буквально ехали в гости, и я, как всегда, прокопалась, они уже сидели, ждали меня с сыном в машине. Я была во всём в чёрном, и такая думаю, ой, что же мне одеть, и вот прям рука потянулась к чёрной. А Нанде, думаю, ой, сейчас я вот прям выйду, королев-звезда. Один пшик, села в машину, silence, молчание, они открывают все окна, мы едем. Я говорю, что так всё плохо. Ой, очень-очень душный, очень душный. В общем, такой, знаете, противоречивый аромат, несмотря на всю его красоту, с ним нужно быть очень осторожным. Амбра Абсолют от Тома Форда. Это, по-моему, уже снятость, великолепный красоты аромат. Я его очень люблю. Но муж мой его не переносит на мне. Он его любит сам носить. Как бы это тоже у нас такой аромат на двоих. Ну, в общем, как бы не любишь и не любишь, я его стараюсь не носить. Если уж прям совсем так не нравится. То есть вот этот аромат, он прекрасен. Это такая, знаете, одна из самых роскошных амбр. Амбр в ароматах вообще, которые я когда-либо слышала, вдыхала, нюхала и так далее. Ну, вот, видимо, не моя история с точки зрения моего партнёра. Итак, следующий аромат. Сейчас, наверное, все удивятся. Ну, а может быть и не удивятся. Банально. Шанель номер 5, Eau Premier. И также сюда относятся. Шанель номер 5, Parfum. И Шанель номер 5, Eau de Parfum. Причём, интересный факт. Когда я в них, никто ничего не замечает. Ну, если потом там, ну, где-то там спросит меня муж, что на тебе сегодня? Я скажу, что это Шанель номер 5. Ой, фу. Ну, вот такая вот тема. Хотя я обожаю эти ароматы. Для меня они образец стиля, вкуса, шикарные. Но тоже главное с ними не перебарщивать. И всё будет отлично. В общем, не любит. Не любит вообще. Вообще. Байреда Бланш. Здесь уже у нас и у сына, и у мужа обоюдная нелюбовь. Я не знаю, что такое. Я обожаю Байреда Бланш. Обожаю его летом. Обожаю его брать куда-то с собой в какие-то поездки с утра, когда жарко. Это вот просто аромат чистоты для меня. Чистоты чистого тела, который продлевает эту чистоту в течение дня. Оставляет вам вот эту свежесть. Знаете, это очень ценное качество. Особенно, если вы живёте в жарком климате. Вот мои ребята, им этого не понять, они это не любят. Байреда Бланш всё время коксится. То им порошком пахнет, то им ещё чем-то пахнет. Все вот эти эпитеты, связанные с Бланш, это вот прям про них. Следующая тройка пошла. Это у меня сейчас тестеры. Я как раз их тестирую. Это Гуччи. Вот эти вот красавцы-малышки Гуччи. Гуччи Блум. Гуччи Блум Аквадифлори. И Гуччи Блум Нитар Дифлори. Или Фиори. Конечно, очень изысканное оформление. Но вот эта вот бутылочка, она такая же будет у вас и в большом оформлении. Я не хочу сказать, что я являюсь поклонницей этих ароматов. Мне они как-то тоже вообще не зашли. Ну, довольно-таки такие они утипичные. Ничего нового. Ну, не знаю. Для меня это вот как-то такая базовая вещь. Наверное, они хорошо будут куда-то в офис на каждый день. Ни к чему не обязывающий аромат. Просто приятно пахнет. Ну, так приятно, без всяких там, знаете, выпендрежек. Вот это вот об этом. И вот пока я их ношу, все вот эти дни, муж вот кривится и... Что это такое? Гуччи, фу. Не нравится. Ну, я с вами честно показываю все как есть. Вот прям не нравится. И последний аромат, да, все. Последний аромат, который категорически не нравится моему мужу, это вот такой сэмпл. Сантал 33 от L'Ellaba. Если те два аромата, и ланг, и тонко он обожает, то Сантал вообще не переносит. У нас есть свеча Сантал, но она немножко по-другому звучит, но тем не менее, по-другому пахнет. Но тем не менее, свечку не любит, когда я зажигаю дома. И вот это вот не любит. Ну вот, я говорю, ну как же, почувствуй, какой он необычный, какой он это... Я себе его покупать не буду. Просто я как бы защищаю, потому что он классный. Он классный, но он уже такой, знаете... Ну, для меня он чересчур популярный. Может быть, чересчур... У нас в Сиднее очень он популяренный. Вы знаете, если ты такой модный считаешь себя таким вот прям на стиле, обязательно ты будешь пахнуть Сантал 33. Это вот прям... Ну, постоянно я встречаю таких людей, и могу ловить из шлейф вот этого аромата. Но аромат гениальный, аромат ни на что не похож. Аромат узнаваемый очень-очень-очень-очень за счет своей именно какой-то индивидуальности. Кому-то он идет, кому-то нет. Но вот, знаете, как я его не стараюсь защитить, моей второй половине он совершенно не нравится. То ему огурцами пахнет, то ему рассолом пахнет, то ему вообще какими-то мужиками пахнет. В общем, не то. Говорит, нет, нет, не надо. Нет, нет, не душись им. Так что вот это такая заключительная точка нашего сегодняшнего обзора. Надеюсь, вам он покажется интересным. Потому что, мне кажется, у мужчин специфичный вкус. Мы думаем, что... Ну как? Мы думаем, ну как же вот это может не нравиться? А да, вот не нравится. Причем объяснить как-то внятно они не могут. А вот просто вот на каком-то таком уровне не нравится и все. Ну, что поделать? Я никого не переубеждаю, никого не заставляю. Просто я вот доношу информацию до вас. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Пишите, пишите в комментариях, что нравится вашим вторым половинкам и что им не нравится. Мне кажется, когда говоришь, что не нравится, это даже интереснее. И с вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока-пока.